здарова всем работяги представляю вашему вниманию пак скотных дворов как маленьких так и огромных как старых так и современных в общем друзья все что вам нужно для ваших животных вот подключает себя скотные дворы такие как значит для курей для курицы для овец для свиней для коров в общем на для всех животных в нашей игре давайте я быстренько вам пробегу покажу быстренько в ускоренном режиме значит животных мы можем приобрести на скотных дворах на всех скотных дворах что здесь представлены можно приобрести животных прямо на месте подбегаете к триггеру нажимайте кнопочку r и приобретаете себе животное друзья вот такой вот курятник небольшой если у вас небольшая карта и совсем ограничены значит свободном месте то вот такой курятник вам я думаю подойдет как нельзя кстати как мы видим на новгородовки я свободным местом совершенно не ограничен здесь можно выстроить целое значит какой-то агрокомплекс и так поехали дальше вот такой вот у нас свинарник он очень чем-то похож на стандартный который вшит в игру но все-таки чем-то и отличается вот такой вот красивейший свинарник так дальше вот такой вот у нас курятник похож на что-то глобальное огромное но это все такие курятник дверьки открываются петушок ты куда у нас тут залез вот вот так вот он выглядит очень похож на одноименный такой курятник на вашей любимой карте все знаете на какой до примерно вот коробки для яиц здесь все вот так вот устроено все вот так вот у нас обрисовано все открывается в общем вот такой вот курятник бежим дальше так значит давайте сразу же еще один курятник посмотрим вот такой вот у нас курятник смотрите мы можем зайти внутрь здесь уже оборудован он насестами все по фэншую ходят вот такой вот злой петушок значит вот так вот все это у нас выглядит далее закроем дверь соответственно машина для упаковки единиц вот так выглядит компьютеризировано все современно идем дальше ну это у нас получается летний летний такой вот загон для значит овец ну летний зимний в принципе думаю зимой овцам с таким мехом тоже наверное не особо то и холодно вот у нас уже есть первый тюк значит шерсти здесь вот такие вот лавочки установлены более конечно же светильник в европейском стиле здесь вот такой вот навес для вашей шерсти если допустим хотя на принципе отсюда можем перегнать вот сюда и под дождем не намокнет как мы знаем влага очень губительно для шерсти именно так вот такой вот свинарник небольшой но довольно таки очень и очень интересный смотрите для небольшой карты думаю что подойдет в самый раз естественно только что когда будете покупать технику для своего скотного двора для своего агрокомплекса смотрите чтобы она влезала как по высоте так и по ширине огромные тракторы здесь будут бесполезны здесь будут куда удобнее проворные небольшие средние маленькие трактора в общем вот такой вот у нас свинарник бежим дальше вот такой же у нас присутствует коровник не очень огромный также я покажу вам просто гигантский современный коровник который я нашел который мне удалось найти это просто ну просто самый жир наверно так но здесь у нас молоко соответственно лесенка на крышу не знаю кстати можем мы понизились нет не можем вот так вот у нас выглядит сам загон навес но это наверное по большей степени летний свинарник давайте попробуем коровник прошу прощения так свет наверное включается автоматически так как он здесь присутствует бежим дальше так справа получается у нас здесь так секунду здесь скорее всего у нас курятник до дверь открывается вот так вот у нас здесь гуляет курицы значит здесь у нас есть вода там у них есть соломка небольшая и даже есть инкубаторы по моему да вот там стоят инкубаторы да скорее всего вот закрываем дверьку этот значит курятник не маленький но и не огромный принципе пойдет ну довольно таки красивый бежим дальше вот такой вот небольшой свинарник друзья для частного владения для небольшой карты в самый раз причем что он очень и очень анимирован тут можно все переключить закрыть открыть галогеновые лампы чтобы значит молодому поколению не было холодно это все открывается здесь также корма смеситель присутствует ну и так далее в общем довольно таки очень интересный свинарник и очень и очень современный закроем дверь бежим дальше друзья вот такой вот еще один коровник здесь также все открывается и вот здесь открывается но опять же прошу внимание обратить на то что ворота не поддерживают огромные трактора и огромные высокие прицепы здесь нужно подбирать технику на мой взгляд маленькие трактора с небольшими прицепами будет очень и очень кстати вот такой вот коровник все открывается все закрывается проветривается на время летнего периода в общем все по фэн-шуй здесь вот так же у нас вот такой вот у нас получается закуток для сухого навоза и вот здесь у нас жидкий навоз вот так выглядит подъезжаем заправляемся и отправляемся на поля далее совсем небольшой и крохотный вот такое вот строение совсем уж небольшой для маленькой карты так секунду сейчас мы посмотрим что это у нас здесь так есть какие-то у нас склады помещения ну судя по звуку здесь у нас вот такой вот небольшой коровник да здесь все три триггера получается здесь откачиваем навоз жидкий здесь молоко ну и здесь соответственно меню животных можем приобрести животные вот так вот они стоят прямо в рядочек но я думаю что для небольшой карты в самый раз плюс ко всему здесь навесы какие-то присутствуют бежим дальше друзья ну и подходим наверное к самому эпическому коровнику самому современному здесь можно все открыть так по-моему здесь открывалась да или вот здесь где-то что-то открывалась друзья пытаясь вам побыстрее это все показать в общем вот такой вот коровник смотрите вентиляция здесь есть доильные аппараты обалденно в общем такой вот современный коровник занимает кстати довольно таки много места но это не моя нелюбимая моя модификация не особо любима потому как здесь друзья и это не глюк это не бак это сама модификация так коровы иногда вот так замирают зависает но минут через пять они раздупляться прошу прощения за такое слово но и в общем-то задвигаются идем дальше для самый эпичный коровник это вот это получается это просто гигантский летний коровник с значит карусельным барабан как сказать правильно даже не знаю я именно в этом плане не особо силен в общем смотрите значит аппарат карусельного доения да в принципе думаю что правильно это все назвал обалденный вот такой вот коровник здесь также все открывается двигается и мы можем также зайти друзья зайти в административный корпус этого здания смотрите здесь также все открывается зайти выйти здесь какой-то у нас доильный аппарат непонятно какой далее здесь вот мы выходим получается именно вот в этот круговой аппарат машинного доения не не знаю как правильно это все если что поправьте меня какие-то таблички идем дальше на второй этаж смотрите зона отдыха ну естественно главный главное наверное доярка или как там агроном агротехник вот здесь восседает ну и соответственно бухгалтерия наверно какая-нибудь идем дальше теперь выпустите нас отсюда так где выход вот так немножко тут пропустили здесь мы были друзья свет здесь нужно включить самому можно в принципе и выключить также у нас есть отдельный закуток для рожениц новорожденных маленьких поросятся с лампами с подогревающимися вот дальше бежим это были это были вот здесь мы тоже были кстати ну вот в принципе также все открывается все анимировано далее друзья вот такой вот небольшой небольшой свинарник вот здесь вообще крайне советую использовать маленький трактор и с маленьким прицепом ну и лучше какой-нибудь автомобиль газ и зил ну можно даже камаз сюда скорее всего влезет тому как сами видите он небольшой низенький но довольно таки классно сделанный вот так свиньи у нас по моему что-то там занимаются на употребление пищи потому что такой лязга не стоит так закрываем далее далее вот этот коровник на мой взгляд самый лучший потому что этот коровник идет с анимацией со звуком кукушка птички и в общем давайте заглянем вот так вот он выглядит причем он такой вот постаревший здесь присутствуют также какие-то звуки все открывается прикольно и также есть у нас отделение для падежа скота смотрите как тут уложены коровы не знаю ну в принципе выглядит довольно таки смешно но вот такая штука присутствует далее овчарня далее друзья далее еще одна значит овце ферма вот так вот она уже выглядит более современно вот здесь у нас значит какие-то распределены участки это фермы также у нас есть циркуляция воздуха здесь у нас присутствует вот такой навес где мы тоже видим что у нас уже шерсть получается здесь этого предприятия вот в принципе вот так это все дело у нас здесь также есть какой-то у нас постройка в виде наверное какого-нибудь небольшого небольшого бытового помещения для рабочих дальше дальше вот такой вот друзья свинарник этот свинарник вы тоже могли кое-где наблюдать на кое-каких картер значит ну вот так вот он выглядит довольно таки интересный кстати этим свинарником я пользовался наверное в течение года на всех картах когда строил свой свинокомплекс или допустим какой-то агрокомплекс довольно интересно удобно не глючит ничего не багует в общем принципе довольно таки интересный и вот такой друзья небольшой вот свинарничек это если совсем карта маленькая но очень хочется построить что-то свое а не пользоваться тем что предлагает автор карты очень вот такой вот небольшой сжато все но довольно интересно смотрите принципе свиньев здесь хватает друзья так вот значит что мы имеем некоторые свинарники у нас имеет вместимость от 50 до 500 голов животных в том числе это гигантские коровники и большие свинарники и также овчарник в принципе в принципе друзья вот такие вот у нас статичные объекты для значит ваших скотных дворов фантазируйте делайте свои скотные дворы следующий модпак объектов как раз наверное будет кстати к этому модпаку соберу статичные объекты село сны бункеры элеваторы значит загрузчик элеватор как назвать правильно значит магазин для покупки кормов если вы допустим реально решили построить глобальный прямо от глобальный значит агрокомплекс этот мод будет вам кстати также ремонтные мастерские гаражи значит ангары для вашей продукции и так далее фонарные столбы заборы в общем все для декорации и плюс для для значит все для хранения вашего урожая также для скотных дворов друзья в общем кому было интересно не забывайте поставить лайк не забывайте написать свой комментарий не забывайте заглянуть друзья в группу вконтакте подписаться дальше будет только интереснее друзья всем хорошего настроения всем пока а а а